Всем привет. С вами вновь инженер-электрик Екимов Игорь. В этом ролике я расскажу, как правильно установить и подключить терморегулятор теплого пола под розетник. Сегодня будем устанавливать программируемый терморегулятор Energy TK08. Следует отметить, что формирование места для установки терморегулятора начинается еще при черновом ремонте, когда укладывается электрический теплый пол. Укладку инфракрасного теплого пола и теплых матов я буду рассматривать в следующих видео. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Они для меня ценны. Правильно подготовленное место это под розетник, очищенный от штукатурки, шпаклевки и обоев. У под розетника справа и слева находятся отверстия для установки шурупов, которыми мы будем крепить терморегулятор. Расстояние между отверстиями 6 сантиметров. Под розетник должен быть достаточно просторен, чтобы в него влез корпус терморегулятора и все подходящие провода. Под розетник должны быть заведены следующие провода и кабели. Провод датчика теплого пола в гофре. Гофра должна быть защищена от попадания в нее штукатурки и шпаклевки. Как это делается, рассмотрим в ролике по укладке теплого пола. Подводящий кабель на 220 вольт. И кабель, идущий к теплому полу. Причем необходимо проверить целостность теплого пола как после укладки теплого пола, так и перед установкой терморегулятора. Для этого замеряем его сопротивление с помощью мультиметра. Обычно оно указано в инструкции по теплому полу и составляет от нескольких десятков до нескольких сотен Ом. У меня на стенде подключена обычная лампа накаливания. Я ее сопротивление мерить не буду. Отключаем питание в подводящем кабеле с помощью автомата в щите. Убеждаемся в отсутствии напряжения с помощью индикаторной отвертки. Разделываем и защищаем кабель теплого пола, подводящий кабель и датчика. Если мы этого не сделали ранее. Рекомендуемый размер проводов в подрозетнике около 10 сантиметров. Сами провода защищаем около 6 миллиметров. Если у нас многожильный провод, то ставим наконечники НШВИ. Кабель теплого пола до соединительной муфты и провод датчика пола можно укорачивать без вреда для работы теплого пола. У меня уже все подготовлено для установки. Для начала подключим датчик температуры. Для этого нажимаем на эти клавиши. Вставляем защищенные провода от датчика в отверстия. Отпускаем кнопки и провода зажимаются пружинными контактами. Вот мы зажали провода, которые идут к датчику. Следующим подключаем кабель, идущий на теплый пол. Он подключается с помощью винтовых зажимов. Фаза и ноль. Зажимаем его с помощью крестовой отвертки. Если есть заземляющий провод желто-зеленого цвета или заземляющая оплетка кабеля, то их пока не подключаем. У меня вместо теплого пола на стенде подключена лампочка, поэтому заземляющих проводов нет. Последним подключаем питающее напряжение. Обращаю внимание, что тут обозначены фаза и ноль. Их нельзя путать местами, так как терморегулятор прерывает именно фазный провод. Если перепутать, то терморегулятор не будет прерывать фазу и фаза будет постоянно находиться на теплом поле. Подключаем. Как видите, к терморегулятору у меня все провода подключены. Заземляющий провод питания и заземляющий провод или оплетку кабеля теплого пола соединяем клеммником. Тщательно изолируем заземляющие провода изолентой или термокембриком, чтобы они не могли соединиться с контактами терморегулятора. Проверяем правильность включения терморегулятора. Включаем автомат в щите. Убеждаемся, что подсветка терморегулятора загорелась. Это значит, что на терморегулятор питание подается. Отключаем автомат. Поддеваем тонкой отверткой лицевую накладку терморегулятора сверху. При необходимости тянем за накладку, чтобы образовалась щель для отвертки. Под накладкой находятся два самореза, которые необходимо открутить. Откручиваем. Снимаем индикатор с терморегулятора и снимаем саму рамку. Укладываем провода под розетник так, чтобы они не мешали корпусу терморегулятора при установке. Устанавливаем терморегулятор. Ставим крепящие шурупы. Прикручиваем. Прежде чем зажать шурупы, проверяем уровень и после этого зажимаем. Еще раз проверяем уровень. Уровень установлен. Собираем терморегулятор в обратной последовательности. Ставим рамку. Обращаем внимание на эти контакты. По ним подается напряжение на индикатор. Их нельзя загнуть. Так что аккуратно центрируем. Нажимаем. Дальше закручиваем саморезы на место. И защелкиваем лицевую панель. Вначале ставим вниз. Включаем автомат в щите, подавая напряжение на терморегулятор. Как настраивать этот терморегулятор, я уже рассказывал в прошлом видео. Ссылку я оставил в описании. Рекомендую включить теплый пол на нагрев и проверить, как он работает. Обычно для теплого мата нагрев чувствуется через полчаса, а для инфракрасного пола через несколько минут. На этом ролик заканчиваю. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Также можете рассказать о своем опыте установки этих терморегуляторов. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь видео с теми, кому это может быть еще интересно. Жмите лайк и до встречи в новых и старых видео.